Документ, который мы обсуждаем, называется программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазии на основе гармонизации законодательств двух стран. В принципе, без всяких подготовительных комментариев, этот документ разместили в интернете 25 ноября на сайте президента. Там можно видеть, что он подписан с абхазской стороны президентом Асланом Жаня, премьер-министром Александром Ангваб, с российской вице-премьером Маратом Хуснулиным и заместителем руководителя президентской администрации Дмитрием Козыковым. Как вы понимаете эту программу, ее существование теперь уже в нашей жизни и насколько вы с ней ознакомились, насколько ее изучили? Я, конечно, с ней ознакомилась, но эта программа, конечно, имеет историю определенную. Если очень глубоко, то начиная с договора 2008 года, если поближе, то, конечно, договор о союзничестве 2014 года, который сначала звучал как договор об интеграции, это, конечно, основа, на которой появилась вот эта программа. Потому что мне странно иногда услышать, когда многие говорят, что это вот никак не связано с договором, это что-то новое. Но в договоре третья статья, а там сказано о создании общего социального и экономического пространства. Для меня, например, и тогда, в 2014 году, было не совсем понятно, почему партнеры, пусть и стратегические партнеры, должны общее пространство создавать. Если вы помните, я написала тогда большую статью, которую публиковали в «Курьере», независимая газета, и все свои опасения открыто изложила, открыто, потому что на самом деле это наш стратегический партнер. И мне как раз кажется, что чем больше будет происходить открытых обсуждений, сложных, острых вопросов, тем меньше будет возникать вот таких сюрпризов, каким оказалась эта программа. Но на самом деле эта программа не совсем сюрприз, потому что летом, мы помним, 46 вопросов или что-то было опубликовано, и, кстати сказать, премьер тогда обозначил, что будут созданы комиссии по обсуждению и разработке наших абхазских предложений. Я думаю, что это многих тогда обеспокоило, поскольку предложение о создании комиссии означает, что формулировки не совсем приемлемы для абхазской стороны. Поэтому я думаю, что потребовалась подпись премьеры и на этом документе. Потом, почему этот документ еще не неожиданность, потому что были консультации между администрацией президента Абхазии и парламентом. Но почему-то парламент занял такую позицию, что пусть администрация занимается, а потом мы будем рассматривать. Я же думаю, что здесь надо как-то более консолидированно реагировать на подобные предложения. Здесь, мне кажется, что мы получили совершенно адекватный ответ со стороны России на нашу в чем-то бездеятельность, в чем-то запаздывание, в чем-то непонимание, насколько для Абхазии важны именно наши собственные разработки тех законов и предложений, которые касаются наших интересов. Россия реагирует и предлагает те решения, которые видят со своей позиции с точки зрения Москвы и так далее. Поэтому, мне кажется, очень многих вопросов, которые сегодня возникли, не было бы, если бы абхазская сторона как-то больше внимания уделяла необходимостью наполнять содержанием те намерения, которые были прописаны в наших двусторонних документах. Что касается конкретного этого предложения. Вообще, когда я начала с того, что это имеет давнюю историю, мне кажется, здесь разница видений. И в России есть разница видений желаемых взаимоотношений с Абхазией. И в Абхазии есть разные силы, разные политические группы, которые по-разному видят эти взаимоотношения, какими они были бы самыми идеальными, нужными для развития Абхазии. Потому что, если вы помните этот спор о том, что нужны ли нам ассоциированные отношения, нужно ли нам вступать в союзное государство, или мы должны укреплять именно партнерские отношения независимых, суверенных государств и так далее. Я всегда на протяжении этих уже долгих лет оставалась сторонницей такого партнерства при понимании этого различия весовых категорий и так далее. Есть, конечно, сферы, касающиеся военного сотрудничества, обороны, безопасности, которые, безусловно, мы не можем решить без России. Россия в данном случае создает условия для развития Абхазии в экономическом и культурном плане, взяв на себя львиную долю проблем, связанных с безопасностью, учитывая, что Грузия не отказалась от своих политических целей относительно Абхазии и так далее. Но что касается области культуры, образования, экономики, то здесь разные могут быть совершенно взгляды на то, какие именно подходы будут лучше реализованы в Абхазии. Например, что касается, здесь много предложений связанных, касаются таможенного дела. Как я узнала, наше таможенное законодательство достаточно серьезно отличается от российского. Наверное, это неудивительно, потому что там, наверное, и масштабы, и бизнесы и так далее. Мне сказали, что наши более лояльны к простому человеку, предпринимателю малому и так далее. Поэтому для многих нежелательно было бы изменять наше законодательство, гармонизировать его с российским. Что касается, допустим, предложения писать вместе закон об образовании, мне тоже кажется, что это излишняя задача. Здесь Абхазия, конечно, может пользоваться всеми разработками российскими, но все-таки подобный закон, касающийся воспитания, образования молодежи, он должен формироваться в Абхазии, знающие иногда, так сказать, интуитивно какие-то моменты, какие-то особенности, менталитеты. Потому что вся борьба наша для того, чтобы сохранить Абхазию со своим лицом уникальным, интересным, со своей историей и так далее. Так что, конечно, вопросов очень много. И вот мне кажется, это продолжение вот этого видения. Насколько, так сказать, суверенитет может быть снижен и так далее. Вот эти периоды, в принципе, вы считаете, и если изучить то, что говорят критики, если, в принципе, почитать, что уже вот сейчас на этой стадии пишут люди абсолютно разных и политических взглядов, и какого-то, да, бэкграунда, то так или иначе все ссылаются к тому, что это сдача суверенитета, это несет угрозу суверенитету в разных формулировках, в разной степени, да. Но практически все, кто обсуждает вот эту программу, они говорят о том, что это или опасно, или вредно для нашего суверенитета. Вы видите эту угрозу или вот это относится к тем опасениям, о которых вы говорите? Я бы, может быть, так не формулировала, потому что мне кажется, что, да, это программа, но она еще не реализована, и мне кажется, наш стратегический партнер готов к тому, чтобы выслушать опасения наши. Понятно, что иногда, учитывая нашу такую сложную историю и в далеком прошлом, и в недавнем прошлом, и войну, и так далее, что у нас очень много опасений. Может быть, какие-то из них сегодня уже не столь актуальны, какими они были в 92-м, 93-м году, но опасения, даже если они не очень, как бы, относятся к сегодняшнему дню, они реальность, поскольку это настроение людей, и с этим нужно учиться, с этой реальностью необходимо считаться. И эти опасения необходимо абхазской стороне озвучивать и объяснять их, и так далее. Я очень надеюсь, что эта программа, поскольку действительно вот так сколыхнулось общество, будет тем стимулом для открытого и очень такого глубокого разговора между представителями Абхазии и России, для того, чтобы не поверхностные какие-то пропагандистские картинки нам предлагали, а чтобы мы понимали по существу, в чем предложение в России, и в чем наше предложение. Очень важно все-таки понять, каково видение России желаемых отношений между Абхазией и Россией в будущем, и каково видение Абхазии. Понятно, что здесь могут быть различия и внутри каждой из сторон, о которых я говорила. Здесь все-таки, мне кажется, сторонники такого суверенитета должны, наверное, больше объяснять и не оставлять вот эти свои опасения и свое видение как бы за скобками, по умолчанию, что это все должно понять. Нет, нужно проговаривать. Мы когда, так сказать, беседом даже два человека, очень часто каждый что-то свое вкладывает. А что касается политических взаимоотношений, то здесь не должно быть каких-то неясных моментов. Все нужно проговаривать и объяснять. Поэтому я очень надеюсь, что каждый пункт, он получит такую разработку, анализ, обсуждение и в рамках парламента, и в рамках комиссии, о которых говорили, и общественность, конечно, со своей стороны тоже должна обязательно включиться в этот процесс, потому что это касается нашего будущего. Мне кажется, что понятно, возник и сам договор, и вот эти программы в развитии в связи с усложняющейся геополитической ситуацией. Но мне кажется, есть и какие-то другие формы реагирования на эти угрозы геополитические. И здесь Абхазия могла бы, мне кажется, сыграть другую роль. Не просто как бы укрепляя вертикальные связи, это вообще как бы неуместно для взаимоотношений, стратегических партнеров, а предлагая какие-то проекты, которые очень сложные, но мне кажется, все-таки вполне реальные, если над ними работать. Это и разблокирование коммуникаций, особенно в свете карабахских событий, когда, может быть, Азербайджан уже не будет таким противником, допустим, разблокирования транспортных коммуникаций и так далее. И какие-то другие проекты экономические, то, что связано с Всемирной торговой организацией, здесь тоже Абхазия могла бы сыграть свою роль. Мне кажется, мы должны более креативно относиться к вызовам сегодняшнего дня и предлагать России интересные проекты. Я уверена, что мы партнеры, что мы союзники, но форму этого союзничества нужно обсуждать открыто, не боясь как бы на встречах обидеть друг друга, а потом, так сказать, у себя дома, так сказать, хвататься за голову. Хотела бы поговорить отдельно по пунктам и затронуть 37-й. Нам гласит, что будет разработан и подписан меморандум, итогом которого станет, цитирую, регулирование деятельности некоммерческих организаций и иностранных агентов в Абхазии, по примеру, России. Хочу напомнить, даже, наверное, больше нашим зрителям, что согласно российскому законодательству, для признания гражданина иностранным агентом, в принципе, достаточно какого-либо зарубежного источника дохода или сотрудничества со СМИ, которые признаны иностранным агентом. Причем, если мы говорим про доходы, то не совсем важно, о каких именно идет речь. Это какие-то любые денежные переводы, в том числе частные и так далее. Как мы понимаем, это дело случая. Как вы это понимаете в условиях предлагаемого Абхазией меморандума? Как это будет работать? Значит ли это, что Россия планирует рассказать Абхазии, кто здесь иностранный агент? И вот конкретно этот пункт, как вы трактуете его для себя? Честно говоря, мне меньше всего хотелось бы говорить об этом пункте, чтобы не получилось так, что такое настороженное отношение ко всей программе, связанное именно с ним. Мы даже так говорили, давайте закроем это ЦГП, которое у многих вызывает, так сказать, много критики, и поговорим уже лично о каждой от себя, как мы представляем нужное развитие наших взаимоотношений с Россией. Но, мне кажется, будучи непризнанными, Абхазия заинтересована в том, чтобы иметь гражданские организации, не имеющие барьеров взаимоотношений с внешним миром. Если мы хотим дальнейшего признания, мне все время приходится возвращаться к этому вопросу, каким мы видим будущее. Если для каких-то наших политиков достаточно быть такой полузакрытой, непризнанной, частично признанной территорией, то это одно. Мы, например, кто работает в гражданских организациях, в неправительственных организациях Абхазии, мы искренне всегда, так сказать, говорили о том, что независимость Абхазии для нас это очень важная цель. Мы очень многое делаем и делали для того, чтобы приближать признание этой независимости. Может быть, не всегда это признание, так сказать, юридически мы достигаем, но признание, когда представители Абхазии участвуют в форумах, на которых обсуждаются проблемы Абхазии, Кавказа, конфликтов и так далее. Это очень важно. Абхазия должна быть открыта. Нас закрывает, так сказать, Грузия. И если мы пойдем по пути вот такого закона, который принят в России, то это очень ограничить взаимоотношения с внешним миром. Я считаю, что это очень не в интересах Абхазии. Это мое глубокое убеждение. Но я не хочу здесь очень подробно на этом останавливаться, потому что не самое, может быть, главное в этой программе. Не хотелось бы, чтобы позицию неправительственных организаций связывали именно с этим 37-м полем. Если бы его здесь не было бы, то все равно наша озабоченность была бы не меньше. А ведет ли нас все это к мысли, что помимо программы, которая нам рассказывает про наши взаимоотношения с внешним партнером, нам нужна еще какая-то программа, рассказывающая как раз про то, куда мы ведем, куда мы ведем страну, чего мы добиваемся, какое мы строим государство, чего мы хотим через 5-10 лет. То есть были не то чтобы попытки, а удачные попытки. У нас есть стратегия, которая была подготовлена на ЦСАИ еще в 2014-2015 году, они активно над ней работали, потом у нас была программа диаспоры. То есть работа какая-то велась, но сказать, что мы взяли что-то за основу и поэтому идем, достаточно тяжело. Вот эта программа наталкивает на мысль, что хорошо бы еще разобраться с внутренним каким-то вектором, направлением и так далее. Достаточно Конституции, в которой, в общем-то, обозначены какие-то стратегические цели. Это демократическое государство, это личные свободы, это права человека и так далее. Третья седьмой пункт, он, конечно, ставит под вопрос многие из этих положений нашей Конституции. Для меня, когда идет речь о, так сказать, ограничении суверенитета, это означает, что кто-то собирается пересматривать нашу Конституцию. Но, слава богу, в Конституцию внесены поправки, согласно которым статус государства не может быть подвергнут какой-то ревизии вопросам, референдуму и так далее. Это дает мне как бы убежденность в том, что все сложные вопросы, которые неизбежно возникают, невозможно, так сказать, строить государство с партнерами, тем более с большими, сильными партнерами и так далее, невозможно обойти сложные моменты, трудные моменты. Надо уметь говорить о них открыто, деликатно, с уважением к России, к нашему партнеру, но прежде всего, конечно, с ответственностью за свою страну, за свой народ и за жертвы, которые были принесены за независимость. Есть ли какие-то пункты? Вот вы сами сказали, что 37-й, даже если мы его убираем, все равно у нас остается достаточное количество пунктов, которое может вызывать вопросы. Вот вы проговорили про таможенное. Что еще из того, что вы изучили, требует пояснения, допустим, даже, да, конкретно для вас? И самое главное, где мы сегодня можем это пояснение найти? То есть, если у нас какой-то источник, к которому мы можем обратиться и понять, что планируется, что в рамках этого, в рамках того. Знаете, мы, честно говоря, собираемся обратиться к специалистам в разных областях, чтобы действительно дилетантски не высказываться по каким-то вопросам, в которых мы не являемся специалистами. Но вот я могу уже сказать, что, допустим, пункты, кажется, два пункта здесь, касающиеся банковского дела. Почему-то имплементировать, перечисление тех институций, которые будут имплементировать эти пункты, нет Государственного банка Абхазии. Это вызывает, конечно, вопросы. Что касается энергетической сферы, много здесь сказано об инвестировании. Речь не идет о приватизации, но, мне кажется, возможность инвестирования дает и принятый уже закон. Возможно, он нуждается в какой-то корректировке для того, чтобы дать все-таки возможность больше развивать энергетическую систему. Мы видим, насколько это необходимо сегодня. Но все-таки, мне кажется, об инвестициях там уже идет речь. То есть, мне кажется, в эту программу не стоило включать его. То, что я уже говорила, мне кажется, вопрос об образовании, он с помощью, конечно, российских специалистов. Но все-таки эта задача внутриабхазская так не представляется. Но я хотела бы отметить какие-то позитивные черты. Вот очень беспокоящий нас вопрос о продаже недвижимости иностранцам, он не включен в эту повестку. как бы не сказано ничего, так сказать, о церковном вопросе. Что я так понимаю, что это остается в полном виде как бы абхазской стороны. И для меня это достижение. Это очень важно. Двойное гражданство как бы было? Двойное гражданство, знаете, я вначале тоже была очень обеспокоена, но как мне объяснили представители парламента, которые вели дискуссии в России, можно... Дело в том, что отсутствие подобного законодательства, оно во многом мешает нашим гражданам, которые, например, работая в России, вынуждены иногда отказываться, что мне кажется абсурдом, от абхазского гражданства. То есть можно, мне кажется, так, как мне объяснили, отрегулировать вопрос взаимоотношений в этой сфере так, чтобы это не угрожало абхазской стороне. Как вы считаете, нужны ли какие-то общественные слушания, какие-то публичные, возможно, объяснения, встречи с той же общественной палатой, с представителями гражданских организаций и так далее, для того, чтобы, вот вы говорите, да, вам представитель парламента объяснил. Чтобы вот это вот он объяснял, не только в частной беседе, например, да, чтобы у любого гражданина страны был доступ, чтобы он знал, что можно зайти туда и посмотреть, что предполагает этот меморандум, что предполагает вот этот документ и так далее. Нужно такую середину разумную держать, потому что если как бы у нас люди активные и готовые включаться в любые обсуждения, не обладая достаточным багажом и знаниями в этой сфере, я бы предпочла, чтобы специалисты сначала, да, они бы выработали свое видение с таким четким аргументированным описанием, почему это вызывает опасения или наоборот, почему это не угрожает интересам Абхазии. Но чтобы это было доступно, вот так я бы сказала. А если мы каждый раз будем, так сказать, я и себя тоже имею в виду, да, участвовать во всех обсуждениях, задавать там наивные вопросы, я думаю, что это только задержит, как бы, работу над этим документом. Я очень надеюсь, что все это будет... Программа открыта, да, это очень важно, потому что мы знаем, что бывали времена, когда это только через утечки происходило, когда мы узнавали, что на самом деле, так сказать, происходит в верхах и так далее. Сегодня это открытый документ, и поэтому мы можем на него реагировать, поэтому мы можем требовать от наших депутатов, минуя которые, ни один пункт не может быть принят. Я считаю, что это очень важно, если бы депутаты тоже прислушивались к мнению своих избирателей, что их беспокоит, волнует, и дальше уже это как бы передавали. Так что это, да, такой очень важный момент, я не знаю, у Абхазии очень много критических важных моментов, но это еще один. Да, ну и здесь, мне кажется, опять встает вопрос о стратегических наших целях. И, понятное дело, если мы очень расслабленно будем себя здесь вести, думать о личном обогащении, и взаимоотношения с партнером все-таки расценивать, как возможность получения каких-то субсидий, помощи и так далее, безвозмездных траншей всяких и так далее. Мне кажется, это вот как раз и привело мы к тому, что программу наших взаимоотношений больше формирует российская сторона. Мы должны все-таки более ответственно относиться к тем задачам, к тем вызовам, к сложностям, которые есть сегодня. Я уверена, что Абхазия может больше зарабатывать. Я уверена, мы все знаем, что теневая экономика у нас достаточно большая. Я знаю, что у нас раздутся чиновничный аппарат. Это все такие же ресурсы, как и недра, так сказать, наши. Это ресурсы тех же, так сказать, средств и денег, которые может Абхазия аккумулировать у себя. Я думаю, что, может быть, какие-то изменения, допустим, в налоговом законодательстве, которые помогут людям легче, быстрее создавать свои дела, какие-то преференции с получения каких-то кредитов в первые годы, допустим, без необходимости платить налоги и так далее. Это могло бы стимулировать экономическую ситуацию в Абхазии. То есть я вижу источник нашей нормальной жизни не только в долг. Внутри очень много ресурсов здесь. К сожалению, так вот сложилось после войны, что мы больше ожидали, так сказать, в этом плане только какую-то помощь финансовую со стороны России, не будучи очень требовательным к себе. Потому что мне кажется, очень много вещей, которые... Я понимаю, как это раздражает Россию, и меня это раздражает, что мы до сих пор не кассовые аппараты, не упорядочили перевоз грузов на Абхазо-грузинские границы, не произвели оптимизацию аппаратов наших властных и прочее. Это все как бы жизнь на широкую ногу во многом за счет российской помощи. И я думаю, что не случайно мы сейчас стоим перед такой задачей. Нужно работать. У нас в два часа уже люди гуляют и отдыхают и так далее. Абхазия с такими проблемами не должна себе это позволять. Это вот момент X. Нам нужно понять, чего мы хотим. Либо такая рентная психология, когда за то, что у нас такая земля прекрасная, получать просто какую-то плату от кого-то, либо самим зарабатывать. Подытожив, отвечая на вопрос, зачем нам это нужно, зачем Абхазии сейчас эта программа, на данном этапе, оставив опасения, риски и так далее, уже поняв, все взвесив, относительно изучив, что нам эта программа может дать хорошего, позитивного? Зачем мы на это идем? Зачем мы, в принципе, начали работу над этим? Я думаю, что много очень, какие-то пункты нас беспокоят, но там очень много предложений, которые рационализируют наши взаимоотношения, что касается границ, что касается перевоза грузов, экономической деятельности. Я думаю, что люди, особенно которые занимаются в сфере экономики, они очень часто сталкиваются с вот такими сложностями и проблемами, связанными с не то, что не гармонизацией, но нерешенные проблемы, которые решаются в ручном режиме, тогда, когда это должно быть все прописано на бумаге. Есть вполне целый ряд пунктов, которые могли быть реализованы при участии как бы двух сторон. Найти ту формулу взаимодействия, которая поможет нам взаимодействовать, а не будет вызывать опасения и какое-то глухое недовольство. Спасибо большое. Наш телеканал обязательно продолжит общаться с представителями общественности, разных ветвей власти и будем задавать интересующие нас и в первую очередь вас вопросы, связанные с программой формирования общего социального и экономического пространства.